И в 33 глава 14-17 стихи сказано, И будут времена, когда, возможно, мы не запомним наши сны, так как Бог запечатывает сон ради какой-то цели. И по этой же причине Бог говорил Данилу, чтобы Данил записал видение, поскольку оно относится к последним временам, в книге Даниила. По этой же причине указания, которые дает нам Бог, также могут быть запечатаны во сне. И, возможно, мы не будем помнить этих указаний, когда проснемся. И очень часто, как говорится в этом стихе, для того, чтобы удалить от нас гордость. Потому что если сон будет очень что-то замечательное говорить о нас самих, то мы можем очень возгордиться. И тогда Бог должен будет нас судить. Потому что, как вы знаете, Писание говорит, Бог гордым противится, и дает благодать смиренным. Но это только одна из причин, почему мы можем не запомнить наши сны. И мы можем некоторые вещи сделать, для того, чтобы мы смогли запомнить сны. И вот такие советы по запоминанию снов. Первый совет, просите Святого Духа разбудить вас пораньше. Развивайте привычку вставать в определенное время. Это 70-я страница. И для этого нужна дисциплина, поскольку для того, чтобы сформировалась какая-то привычка, нужна 21 день. И что может еще помочь, чтобы часы завести, будильник завести немного позже, на самое позднее время, когда необходимо встать, чтобы идти на работу. В Америке это время преподает, относится где-то к 4-5 утра. Потому что к этому времени, как бы, все сны, цикл всех снов завершается. Но я не знаю, может быть, для вас в Украине это немножко отличается. Так как ваша графика сдвинута позже. Например, я должен быть на работе к 8 часам, обедать в 12 часов. Ужинать в 6 и ложиться до 11 часов. Но если у вас график сдвинут, как бы, попозже, поэтому, может быть, ваши сны будут завершаться в 5-6 утра, а не в 4-5. И по мере того, как вы просыпаетесь, то развейте в себе привычку записывать сны, которые у вас были за ночь. Вы даже можете подготовиться, прежде чем ложиться спать. То есть, даже поставив в цель себе, в том, что я запомню свой сон. Также вы можете использовать диктофоны. Диктофоны, чтобы начитать, что за сон был. Либо фонарик для того, чтобы записывать в блокноте сон. И желательно, чтобы вы начали отдельную тетрадку для того, чтобы записывать ваши сны. Я использую такие тетради на спирали, обычные, как школьные принадлежности. В принципе, любая, любой блокнот, который вам удобен, можете использовать. И, возможно, будет время, когда вы будете организованы, дисциплинированы, а в другие времена такого не будет. Но не переживайте слишком об этом, просто продолжайте дальше записывать свои сны. И вот первое задание на сегодня. Что вы записали, что вы записываете, когда начинаете записывать свой сон? Тема, название. И также дата. Дата. Хорошо. Дата и дата, когда этот сон был на каждой странице. И по мере того, как ваши сны будут, количество будет увеличиваться, больше записей будет у вас, то, возможно, вы захотите разделить эти сны по тематикам, какие темы снов у вас. Допустим, можете сны, которые о вас, вы в одну группу будете причислять, а сны о семье, это какая-то другая группа. Или же, возможно, разные блокноты завести для этого. Но всегда оставляйте в конце страницы место для того, чтобы потом, попозже дописать еще больше откровения и вдохновения, которые Бог вам даст по поводу какого-то сна. По мере того, как Он будет больше и больше открывать вам значение сна. Очень важно также, чтобы вы улучшали свою память. И, как мы уже говорили, что мы выросли, и по сравнению с детством мы не помним сны, не запоминаем, потому что мы не видим в этом важности запоминать этот сон. Поэтому, когда мы видим ценность в снах, то нужно поставить себе за цель, чтобы запоминать сон, запоминать сны. Процесс запоминания похож на процесс того, как откровение укладывается в нашем подсознании. И воспоминание — это картинка. Мы помним в картинках, и каждое воспоминание — это какая-то картинка. Бог знает это, поэтому сны Он нам дает в картинах. И что, в свою очередь, помогает нам запомнить сон. Но также нам следует практиковаться в запоминании, в развитии памяти в этом плане. И вы можете какие-то делать действия в том, чтобы запоминать некоторые вещи. Поскольку есть краткосрочная память и долгосрочная память. Долгосрочная память — то, что вы помните, начиная со своего детства. И краткосрочная память, возможно, то, что произошло с вами за последний год. И иногда очень хорошо просто сесть и вспомнить, что произошло за вчерашний день. Я хочу сейчас, закройте все свои глаза. И теперь подумайте, вспомните то, что вы носите сейчас, что вы одели. Помните цвет вашей одежды? Помните цвет брюк или юбки? Какого цвета носки, туфли? Хорошо, теперь, если вы были на работе сегодня, то что ваш начальник отдел носил на работе сегодня? А что произошло с вами сегодня до того, как вы обедали? Помните ли вы, что произошло с вами после обеда? После обеденного времени? Можете ли вы это себе изобразить? Представить? А произошло ли с вами сегодня что-то необычное? Теперь откройте свои глаза. Кто из вас вспомнил некоторые из этих фактов? Это просто такое простое упражнение. И оно помогает вам вспомнить то, что произошло в течение дня. И, верите ли вы, или не верите, но это также поможет вам запоминать сны, которые были ночью. Так же, как вы тренируете свои мышцы, так же вы можете тренировать свою память. Когда нам что-то снится, мы думаем, что мы бодрствуем, что мы не спим. Поэтому сны пространственные, либо они происходят в ограниченном пространстве. И доказано, что создание образного пространства помогает пространственной памяти. И хочу объяснить, что это значит. Давайте сделаем еще одно упражнение. Закройте свои глаза. И представьте себе, что вы смотрите на обложку своей тетради сейчас. Либо же, если у вас нету собой тетради сейчас, то представьте, что вы смотрите на обложку своей Библии. Представьте себе, что вы держите в руках Библию, либо тетрадь, и поворачиваете со стороны в сторону, и рассматриваете. И подумайте о том, каким именно образом выглядит эта обложка книги. Где находится название книги? Можете ли вы себе представить рисунок, который есть на этой обложке? Помните ли вы все цвета, которые присутствуют на этой обложке? И записано ли еще что-то, кроме названия на той обложке? Закройте глаза. А теперь посмотрите на обложку вашей тетради, если у вас с собой есть книжка. Как вы справились с этим заданием? Вопрос. Это такое упражнение, которое можно делать не только с книжкой, но, в принципе, с любым предметом. Готовы еще к следующему упражнению? Закройте свои глаза. Упражнение на развитие памяти. Я хочу, чтобы вы провели тур в какое-то известное вам место. Выберите какую-то комнату в вашем доме. И в вашем разуме, войдите в эту комнату, пройдите в эту комнату. Где находятся окна в этой комнате? Сколько окон в этой комнате? Какие зановеси висят там? И какой рисунок присутствует на этих занавесях? Как выглядит дверь в эту комнату? Нужно ли дверь покрасить, обновить? Где находится ручка дверей на дверях? Справа или слева? Как выглядит ручка на дверях? Как она прикреплена к двери? Если эта ручка прикреплена с помощью гаечек, то сколько там гаечек или болтиков? Где находится мебель в комнате? Сколько предметов мебели находятся в комнате? И какого цвета каждый предмет мебели? Комната светлых тонов или темных тонов? Также обратите внимание на стены. Что находится на стенах? Висят ли там картины? Фотографии? Откройте глаза. Поэтому такие упражнения можно самому делать и развивать свою память. Также верите или нет, но это также может помочь вам в том, чтобы запоминать сны. Теперь следующий пункт «Ловите сумерки» называется. 73-я страница. Сумерки мы называем это такой переходный период между процессом, между вашим бодрствованием и тем временем, когда вы спите. Переходной период. Бывало ли вам с вами такое, что кто-то с вами разговаривает, а вы такие сонные-сонные, что начинаете уже кунять, засыпать. И вроде вы еще и не спите, но уже как бы и не бодрствуете. Так же мы узнали, что это может быть временем очень богатым на откровение от Бога. И заметили ли вы то, что те многие сны, которые вы помните, обычно вам снились последними ночью? И те, вы записываете перед просыпанием, эти сны были у вас. И потом вы их записываете. И поэтому особенно хотим вам помочь, чтобы вы смогли запоминать эти сны и записывать их. И поэтому, когда вы готовитесь уже идти спать, и вы хотите засыпать в мире и фокусироваться на Боге. Для того, чтобы быть открытым к тому, чтобы слышать Бога. Очень часто помогает то, когда вы читаете Писание, размышляете над Писанием перед тем, как уснуть. Особенно если вы читаете Псалмы. И очень хорошо Псалмы помогают в этой цели. Также напоминайте о себе то, что вы хотите проснуться без помощи будильника. И просите Бога, чтобы Он вас пробудил в определенное время утром. Для того, чтобы вы смогли запомнить свой сон. И бывает такое, звенит будильник, и вы просто вскакиваете. Будильник нас шокирует настолько, что мы забываем сон даже, что нам снился. Есть и другие препятствия о том, чтобы запоминать сон. И бывало ли у вас такое? Вы думаете, да, раньше у меня было много снов, а теперь уже долгое время никаких снов у меня не снится. И мы верим, что после этого класса сны начнут к вам приходить более часто и постоянно. И одна из причин, почему количество наших снов уменьшается, потому что культура окружающая украла у нас это понимание о важности снов. Или же другими словами, но кто-то скажет, да, сон — это так, ты что, ребенок? Это полная глупость и нонсенс. Еще одно препятствие, которое может быть в этом, что сон побуждает нас к действию, что-то сделать. Поэтому, если мы не будем предпринимать соответствующие действия, которым Бог нас призывает во сне, то тогда, возможно, Бог не будет так часто к нам обращаться во сне. Если мы будем игнорировать его сны, которые он дает нам, то, вполне возможно, количество снов будет уменьшаться и уменьшаться. И это библейский принцип. В Матфея 13, 12-13, «Кто имеет, тому дано будет». «А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Это даже можно применить ко снам. Бог дает нам сны по такой причине. Когда мы слушаемся Его, слушаем Его, то мы меняемся. И мы должны узнать, что такова цель Бога в том, что Он говорит к нам во снах, во сне. И когда мы слушаемся Его, то тогда Его цель для нас, предназначение, оно начинает раскрываться и разворачиваться, как этот свиток бумажный. И там видно наша жизнь. Еще одно препятствие, которое может быть у нас, это можно проследить 1 Коринфянам 14 главе, где говорится, что должен быть порядок в пророчестве. Поэтому, возможно, если было какое-то неправильное использование снов, то Бог не будет продолжать давать откровения во снах. Еще одно препятствие в том, чтобы иметь сны могут происходить из-за того, что какие-то проблемы в нашем сердце могут огорчать Духа Святого. Как говорится в Ефесянам 4.30, не оскорбляйте Святого Духа Божия, не огорчайте Святого Духа. Потому что, когда мы огорчаем Его, то Он удаляется. Например, если в нашем сердце есть горечь, гнев, крик, злоречие, злоба, либо если мы ложимся спать с глубоко укорененным чувством гнева. Это может быть гнев на нашу коллегу, либо на нашу супругу, супругу, супруха, супругу. То не следует ожидать, что Бог в ту ночь будет давать нам сон. Поскольку мы нарушаем Его заповедь, чтобы солнце не заходило в гневе. В Ефесянам 4.26 Еще как мы можем огорчить Дух Святой, это через гордость. Еще, что может препятствовать иметь сновидение, это алкоголь. И в принципе, это доказано и медициной, и наукой, что алкоголь подавляет четвертую стадию сна РЭМ, в которой мы запоминаем большую часть снов. И теперь пол продолжит дальше упражнение по запоминанию снов. Мы хотим внести ясность, поскольку вчера вечером мы говорили о том, как изображать сны графически, диаграммы строить. И есть разница в том, чтобы записать сон, и в том, чтобы сделать диаграмму сна. Записать сон, значит, всю эту информацию, которую вы помните, настолько быстро, насколько возможно, это надо все на бумаге записать. А диаграмма сна, как мы это делали на доске, это для того, чтобы начать истолковать сон. И, конечно, одна из самых больших препятствий и трудностей, которые могут возникнуть, это запомнить все эти детали, подробности, которые были во сне. Поэтому бывают времена. Мы знаем, что Бог что-то нам сказал, но мы не вполне можем все это вспомнить. И в случае с такими с нами вы хотите принять все возможные меры для того, чтобы вспомнить все, что было. So, one of the ways, another way, rather, to help you recall all of the information in your dreams is what we call writing a dream story. And it's on page 77 in your manual. And basically, you just sat down and you began writing out your dream in the story form. Что происходит? Вы просто садитесь и начинаете описывать сон в виде истории. And as you do it and you begin to write it like a story, all of a sudden, your memory begins to recall hidden things or things that you'd forgotten. And so here's some guidelines to write a dream in a story form. And so, first of all, think in terms of amplifying or exaggerating things. So, first of all, think in terms of the dimension of the dream. Just let your imagination run. Just let your imagination run. Begin writing it down in the classic manner of old-time stories like once upon a time. And then begin to just exaggerate what you can remember and the colors and what you saw and what you felt. Try to describe the setting like you would in a story. I was in a large house out in a meadow with green grass and tall trees and the sun was shining brightly. And the more you begin to try to embellish it, it helps release some of the things that have been hidden. When you're recording it, you want to think about all of the detail that you can possibly remember. Look deep back into the dream and record what were you wearing even like we did in the memory exercises. Record things like colors and smells and in enormous detail. And even add dialogue to your story. Conversation. And he said and she said and then he turned to me and looked and said and use adjectives and adverbs as much as possible to recall portions of the story. And use adjectives as much as possible to recall portions of the story. And letter G in your outline we give an example of the tall captain quickly opened the heavy oil-stained book. And as you begin to do storytelling you can even give a moral to the story and the moral of this story and then also again remember to title it. Now once again the purpose of this is to is to just get our mind working in such a way that we begin to remember things that we've forgotten. You have an example of a recorded dream and then the same dream recorded in story form. This is the dream. My son and I were walking along a river. The sun was shining brightly on the water. As we were walking my son suddenly commanded the water to rise and it did. And my son spoke again to the water and the water rose twice as high. And we began to laugh. Now this person forgetting parts of this dream wrote it as a story and this was their story that helped them unlock the hidden parts. And this man this woman began to write this story but she didn't remember all the details. In the process of how she wrote this story she remembered the whole son. Once upon a time in a land that does not yet exist. A woman and her son were taking a walk along the deep blue river that ran by their house and calmly meandered onto the sea. And so you can see as she began to put this into story form and get creative that's the key is the creativity because what God gave to you in dreams is creative and not all of us naturally flow in creativity. And not all of us naturally flow in creativity. So when we're trying to remember the dream we try to step into creativity. And as you step into that creativity all of a sudden it begins to unlock the creativity that was given to you in the dream. Now this may seem silly to you but it's one way that really helps some people find some of the hidden parts to their dream that they've forgotten. Okay, any questions on anything that we've shared so far tonight? Alright, we're going to go ahead and take our break and when we come back we will share with you on the topic of 20 categories of dreams. Thanks for your life. What's up? I...